открываем журнал вот он на журнал девочки мы я шью по выкройке из этого журнала я шью вот этот вот вот эту модель мы сочли что она самая приемлемая как бы самая стильная самая оптимальная современная выкройка но остальные тоже такие же там кое-какие изменения выбирайте на свой вкус находим эту этот жакет вот он этот жакет обратите внимание что есть вариант удлиненный вот спрашивали девочки вот он удлиненный вариант этой дубленки пожалуйста так значит наш диапазон от 44 до 36 4 ну в общем все вот это вот да сейчас открываем черные контуры на листе выкройки а вот по поводу вот этой метки да там где у нее 100 сантиметров то есть но он здесь чуть выше под по бедру скажем так 100 нам надо но мы пока не знаем что там как дело обстоит с выкройкой спинки поэтому пока здесь вопрос возможно если здесь слишком широко мы будем делать вот так возможно но это пока не ясно сейчас разберемся со спинкой а потом будем все это в комплексе решать какую здесь оставлять меру прежде чем начинать краить уже дубленку саму не макет по макету я хочу проверить могу ли я красиво уложить вот нашу так называемую оторочку меховой но вот здесь вот будет проходить меховая оторочка ее можно выкроить отдельно но ее можно попытаться цельно чтобы ним не было лишних швов и утолщений на швах естественных вот я сейчас срежу кромку она мне мешает для того чтобы пластично уложить я ее срезаю и будем пробовать удастся или нет мне это сделать вот видите мех надо чаще и чаще гуще 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 гуловочками скалывать тогда он будет послушный не будет съезжать бесконечно туда и сюда сантиметровый шов понятное дело совместили центр спинки с центром воротника все надсечки необходимые углы на дубленке это да не так видно но все равно возможно это все сделать аккуратно вот дошли до уголочка я его надрезала видите оставляя миллиметра три а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»